Димаш Кудайберген Привет дорогие слушатели, оставь комментарий, Димаш. Он такой, весь сладкий, с первого раза, когда я слушал его пение, я поверил, что это был бог, который любил его ист музыку. Не будет преувеличением сказать, что он гений. Я всегда получал сладкое удовольствие от благословения не только из-за его высокого и красивого, но и из-за его гениальной сексуальности и неполноценности. Молодой и уже богатый, это ли не мужчина, мечты, от этого он такой, весь сладкий, заимствуя слова Ирины. Точно так же, у Димаси есть такой гений, который не может быть живым и сексуальным. В конце концов, он выиграл так много наград, он получил международное признание и выглядит так хорошо. Рост 191 метр Димаш. Этот тип человека, созданного Тайсу, просто громкое благословение певца. Но Димаша не то же самое, что объем. Он может интегрироваться в эту социальную ситуацию и не живет в своем маленьком пространстве. Поэтому Димаша может оценить и даже потрогать то, что мы видим, и его музыку. Даже если язык не оправданный или мы не до конца понимаем профессиональные ограничения, мы прикоснемся к его чувствительному уму и душе через музыку. Выслушавший помощь грустного человека, я почувствовал, что мое настроение долго не могло успокоиться. И иногда я был так взволнован, когда находился в депрессии. В голосе этого гениального мужчины мечты должно быть какое-то волшебство, похожее на тьму. И после его прослушивания мое, сердце было выкопано. Он пел оперу 2, и его было легко вернуть. Хотя он не соответствовал эмоциям, выраженным в оригинальной песне. Многие зрители говорили, что это великолепный навык. Но на самом деле он не намерен просить музыкального продюсера, попросить его выбрать такую песню и поднять ключ. Несомненно, диапазон Димаша даже шире, чем у Витаса. Песня очень полная и его собственный гений. Характер маленького принца очень личный. Я слушал эту песню более 10 раз. Это благословение Димаша. Я не думаю, что есть на что смотреть. Это очень нормально любить Димаш. В конце концов, этот слишком привлекателен. Но, будучи поверхностно подкованным внутренним фанатом, я все еще надеюсь, что все те, кто любит Димаш, не хотят он делал чрезмерные замечания. Такие как повреждение мозга, и благоразумно относятся ко всему, что с ним связано. Ему нравится зачищать его и поддерживать, чтобы он мог развиваться и расти лучше. Первая скорбь за печаль Димаша намного более удивительна, чем вторая опера. На первый взгляд, он увидел свой стиль. Хотя это была великолепная красота. Спутниковое телевидение Хунань подняло его чурки и носило большой. Это был звездный поклонник. Но его оперу открыло открытие. Потрясенный. Это своего рода призрак оперы, который является зрением. Сердце всего человека не может быть исправлено. Особенно печальная печаль лирики. Просто посмотрите. На французский перевод ниже, он был перемещен. Что за популярная электронная музыка? Позади, я ее вообще не слушал. И голос ангела Димаша вертелся в моей голове. Хорошо, вышеупомянутое. Первое чувство как поклонник. Серьезное лицо. Если честно, опера Димаша поднялась на 3 градуса, заявив, что это комбинация красивых звуков, но нет оригинальности и витации. Хотя он может свободно убираться, добавляются несколько инструментов, но нет витации, который прост. Самое простроечасто самое отношение. Со дня, когда я узнала Бо Перевитас, у меня было одноразовое сопровождение. Чтобы сравнить с Димаш, я слушал его несколько раз. Как звонок для пробуждения. В холодное и облачное утро. Это кислое и прохладное. Навязчиво компульсивное расстройство. Но его помощь грустному человеку действительно прекрасна. Восклицательный знак. Кроме того, у Димаша очень чистый характер и темперамент. Хотя... Но в его улыбке нет звездообразной сети красного производства серийного типа. Вульгаризация, но полный. Оперный певец. Лицо и голос ангела. Глаза и уши приняты Богом. Кроме того, международный стандарт классической электронной музыки Поп Спайк. Классика классическая. Надеюсь, что Димаш можно заслужить именем Димаш. Ваши пальцы очень красивые. Другой. Скажем, я никогда не восхвалял похвалу других. Ваш голос очень благородный. Бог поцеловал ангел. Ребенок положил пальцы. Конечно, учитель Димаш привлекает нас больше, чем его юмор и остроумие, его культивирование, его внутреннего таланта. Это то, что действительно заставляет нас думать причина оставаться с ним все время. Например, вы можете всегда видеть его уважение к каждому между его жестами. Каждый его подписью ниже будет поставлено на Димаш искренне и тщательно в своей работе. Так же, как мужчины не лопнут на музыке никогда каждое усилие сделано. Всегда будут свои идеи. Музыка — это его жизнь. Он не забудет, как бы далеко он ни шел. Культура продвижения своей нации останется серьезной, независимо от того, как высоко он стоит. Скажи все, что у меня есть для тебя. Если вы хотите подвести итог его в одном предложении, это должно быть крутое безумие на сцене и милый маленький в аудитории. Если тебе нравится его песня, концерт запомнит, ты не пожалеешь, послушав его сцену. Дорогие слушатели, оставь комментарий.